Привет, YouTube! Сегодня мы поговорим с вами о дебютном альбоме московской команды Готвуд Конгломерат. Поехали! Коллектив Готвуд был основан летом 2015 года в Москве гитаристом Фёдором Артеменковым. Музыкант просто оставил в интернете сообщение о поисках участников для создания нового коллектива. Фёдор считает очень важным то обстоятельство, что каждый из музыкантов изначально искал группу и хотел играть. По его мнению, нет ничего невозможного, если тебя окружают подходящие люди. Официальной датой рождения коллектива принято считать 13 сентября 2015 года, когда к музыкантам присоединился ударник Дмитрий Кахаткин и состав Готвуд полностью сформировался. Первоначально коллектив назывался Убер. Музыканты даже успели отыграть несколько концертов под этим названием. И хотя они закладывали в название один смысл, все их знакомые, да и просто кто слышал про группу, видели в нём другой. Вокалист коллектива Павел Чабан признавался, что когда рассказывал о группе, в которой поёт, и произносил её название, почти все в ответ говорили одно и то же. Что? Как служба такси? Мне смешно! Удивительно, что никому не пришла в голову мысль посчитать коллектив одним из продуктов маркетологов Uber по продвижению компании в массы. До тех пор, пока группа ограничивалась редкими выступлениями и участиями в различных кавер пати Рамштайна, вопрос о названии остро не стоял. Но когда музыканты задумались о записи первого макси-сингла, а они понимали, что это важный шаг в истории группы, было принято решение придумать более оригинальное название. И в конце лета 2016 года коллектив Uber становится Готфуд. Название представляет собой неологизм, образованный музыкантами из двух слов, который буквально можно перевести как «Божья ярость». Однако, как утверждает Павел Чабан, в нем нет никакой религиозной подоплеки. Ему вторит Федор Артеменков, подчеркивая, что музыкантам просто понравилось слово. Никакого идеологического подтекста оно не несет. Готфуд символизирует созидающую и разрушающую силы, заключенные в человеческой природе. При выборе названия музыканты руководствовались в первую очередь уникальностью и экспрессивностью звучания слова. С названием коллектива связана одна забавная история. Когда в прямом эфире Радио Шок в рамках передачи представления прозвучал сингл группы, ведущие представили коллектив как Готфуд, прочитав название на английский манер. После этого случая группа добавила в название сообщество транслитерацию, чтобы в будущем избежать подобных казусов. Определенно, смена названия пошла группе на пользу. В любой поисковой системе по запросу к Готфуд сразу выдаются все официальные ресурсы группы, за исключением одного. У коллектива крайне плохо оптимизирован официальный сайт. У меня он обнаружился только на седьмой или восьмой странице. Но даже так это намного лучший результат, нежели группа сохранила бы свое старое название. Уж поверьте, я знаю о чем говорю. Опробовав новое имя на вкус на паре концертов, Готфуд приступили к работе над первым макси-синглом, получившим название Oil. Играет музыка. Играет музыка. Вопреки заявленному статусу, Макси-сингл состоял всего из двух концертов. Музыканты решили пойти по классическому пути. Давным-давно, когда виниловые пластинки были обыденностью, а не фетишем престарелых коллекционеров, синглы выпускались на 7-дюймовых пластинках. У которых, и это очевидно, было две стороны. Как тогда писали А и Б? На стороне А записывали основной трек, а на стороне Б либо его инструментальную версию, либо другую композицию. Зачастую трек со стороны Б, проще говоря, бисайд, представлял собой филлер. Композицию, которую группа сочинила и записала, но не посчитала должной включить в полноформатный альбом, в отличие от сингла. На Западе такая практика весьма распространена, и спустя годы музыканты выпускают там целые сборники, состоящие из одних таких бисайдов. К слову сказать, если взять именно металл, то одним из бесспорных королей бисайдов является бессменный бас-гитарист группы Хэллоуин Маркус Гросскоп, чьи композиции хронически попадают в бисайды. В России, в принципе, культура синглов не особо распространена. Из наших тяжелых групп на физических носителях синглами баловались Ария, Кипелов, Эпидемия и еще пара групп помельче. Причем для Валерия синглы были вынужденным шагом, и все композиции, выпущенные на них, звучат на концертах группы, в то время как классические бисайды так и оседают в тени истории. В случае с Готвуд композицию Сайкл, конечно, можно условно считать бисайдом, однако она ни в чем не уступает заглавному треку, что подтвердили и сами музыканты, включив оба произведения в свое полноформатное полотно. Субтитры сделал DimaTorzok Looks like our lifetime flows, here it comes, here it goes, giving mercy of 18 thirds, simple rule of the universe, health will find its pain, poison comes to cure, don't rely on what you've gained, afterwards you lose much more. Субтитры сделал DimaTorzok На сингле Oil Готвуд обозначили то музыкальное направление, в котором в дальнейшем будет работать группа. Многие слушатели проводили параллели между москвичами и немцами из Рамштайн. Вокалист коллектива Павел Чабан не скрывает, что вырос под большим влиянием Тирия Линдемана и компании. Музыкант не сильно, по его словам, разбавлял вкус творчеством других групп. Тем не менее, участие в Готвуде Чабан совмещает с работой в академической хоровой капелле Московского государственного университета путей сообщения императора Николая II, где выступает баритоном. Музыка Музыка Субтитры подогнал «Симон» Что весьма нетипично для отечественных металлистов, на память приходит только Михаил Серышев, экс-вокалист группы «Мастер». Можно предположить, что работа в хоровой капелле дает Чабану крепкую базу для исполнения индастриала. Готвуд, несмотря на стилистическую схожесть с Рамштайн и другими коллективами, работающими в этом направлении, не собирается замыкаться в рамках одного жанра и допускает для себя возможность экспериментов. Чабан не исключил, что в дальнейшем, возможно, группа будет отходить от этого сходства, приобретая свой собственный стиль. Главное, по словам музыканта, всегда сохранять первобытную жилку и страсть индастриала, а дальше время покажет. Смысловая составляющая творчества Готвуд весьма своеобразна. На странице Павла Чабана в социальной сети ВКонтакте можно обнаружить его ранние стихи, написанные еще на русском, в которых уже прослеживаются те образы, что позднее воплотятся в лирике группы. Сам музыкант утверждает, что основной посыл Готвуд это человеческие инстинкты, которые далеко не всегда принимаются современным социумом. Это те тайные желания, в которых порой мы боимся признаться самим себе, но в глубине души их алчим. Лирика Чабана словно скальпель в руках хирурга, стремится вскрыть нарыв подсознания и выпустить гной накопившихся страстей. Не осудить, не поддержать, а просто обозначить. Конечная цель помочь человеку принять себя таким, каким он и есть, без иллюзий, без самоосуждения, понять самого себя до конца. Чабан исследует поведенческие девиации то, что осуждает общество в массе и чему по отдельности каждый из его элементов вполне может поклоняться, а может и нет. Это извечное противостояние первобытных инстинктов из глубины веков и разума. И связанное с этим внешнее направленное против социума и внутреннее направленное против самого себя агрессия. Я не знаю, знакомый ли музыкант с фундаментальным трудом Коннорда Лоренса агрессия или нет, но от себя рекомендую ознакомиться всем для общего развития. На основе многолетнего анализа поведения животных Лоренс пришел к выводу, что агрессия, вопреки сложившемуся мнению, отнюдь не только лишь реакция на внешние раздражители. В ряде его экспериментов, где испытуемые были изолированы от возможных катализаторов агрессии, они тем не менее продемонстрировали ее накопление. А пороговое значение запускающего раздражения может снизиться вплоть до нуля. Примером такой ситуации у людей служит экспедиционное бешенство, возникающее в изолированных небольших коллективах людей, в которых доходит до убийства лучшего друга по ничтожному поводу. Что интересно, если причиной агрессии все-таки выступил внешний раздражитель, то она выплескивается не на него, а это может быть особь, занимающая высшее положение в иерархии, а переадресуется особям, стоящим ниже или вообще неодушевленным предметом. Думаю, большинство из вас были свидетелями такой переадресации. В общем, еще раз советую всем прочитать. Очень интересная книга. Федор Артеменков подчеркивает, что Готвуд исследует темную сторону личности человека, его животную инстинктивную часть, игнорировать которую очень сложно, поскольку она является скрытым мотиватором многих человеческих поступков. Но не одними провокационными текстами о человеческих пороках, сокровенных желаниях и других скрытых гранях человеческой сущности интересен Готвуд. Музыканты группы весьма ответственно подошли к своему сценическому образу, сценографии и самим выступлениям в целом. Готвуд изначально создает о себе хорошее впечатление, что весьма не характерно для коллективов, неизвестных широкой публике. Не исключено, что музыканты вдохновлялись в этом отношении опытом таких титанов, как Кис и все тех же Рамштайн. Групп, которые к убойному музыкальному материалу добавляли не менее впечатляющее, а порой и превосходящее концертное шоу. Конечно, до титанов жанра группе еще далеко, но даже сейчас визуал группы выглядит намного более впечатляющим, чем недавно вышедший концертный клип группы Кипелов. Готвуд, обладающий в разы меньшей известностью и востребованностью, пока, на сцене полностью убирают ветерана русского рока и его команду. Как признали сами музыканты, группа старается сделать настолько хорошо, насколько может, поскольку сами неоднократно наблюдали ни одну гаражную группу с соответствующим качеством, парой-тройкой треков и не соответствующими статусу амбициями. Ответственный подход к созданию аудио, фото, видеоконтента и оформлению и подаче его в сети – это половина успеха на сегодняшний день. Будь ты хоть трижды гений, а материал пусть сияет ярче тысячи солнц, но если он не имеет должной подачи, оформления и продвижения, то, увы, друг мой, ты обрещен сдохнуть ебучим ноунеймом или попасть в шоу «Успех на СТС». Но это не точно. К работе над дебютным альбомом Готвуд приступили в конце весны 2017 года. Музыканты проанализировали реакцию общественности на макси сингл «Ойл», сделали соответствующие выводы, отыграли несколько концертов и взяли паузу до осени, чтобы поработать над материалом, который Готвуд сочинили за неполные два года. К 11 июля группой был закончен процесс записи инструментов и вокала. Альбом, как и планировали музыканты ранее, был намечен на первую половину сентября. Однако, по причине того, что сведение записанного материала началось несколько позже, чем планировалось, по независимым от группы причинам, релиз сдвинули на октябрь. В конце октября музыканты вновь огорошили фанатов заявлением, что, несмотря на свое обещание, придется подождать еще как максимум две недели, поскольку Готвуд изначально была поставлена цель перед собой сделать качественно, на уровень выше предыдущего релиза. 23 ноября музыканты объявляют о том, что было принято решение перенести выпуск пластинки на начало следующего года. По словам Готвуд, так у альбома появится больше шансов не потонуть в предновогодней суете. 8 февраля 2018 года состоялась презентация ВКонтакте неофициального сингла в преддверии альбома за главной композицией «Конгломерат». 6 марта 2018 года группа представила нового участника, им стал гитарист Андрей Семенов. Субтитры создавал DimaTorzok А 6 апреля состоялся релиз долгожданной пластинки. Что ж, дебютный альбом встречает слушателя минималистичным изображением плавящегося или тающего болгарского перца со сбитыми пикселями, что невольно вызывает в голове ассоциации с культовым британским сериалом «Черное зеркало». Такое изображение, да и название вполне могли бы стать постером для очередного эпизода антологии. Федор Артеменков утверждает, что группа хотела избежать на первом альбоме халтурной работы. Музыканты стремились донести свой взгляд на жанр, расширить его границы и освежить. Именно по этой причине Готвуд выбрали нетипичную обложку для альбома. Публика, да и сами исполнители были уже присыщены постапокалиптическими пейзажами, черепами, шестеренками и прочими соответствующими шаблонами и стереотипами. Музыкальная палитра, продемонстрированная Готвуд на конгломерате, широка и разнообразна, от жестких гитарных рифов до пространных электронных аранжировок и сэмплов. С включением в свое музыкальное полотно реминисценция из творчества своих более именитых коллег, как маркеры обманки для отсеивания недалекого слушателя. У них нет мозга. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. С одной стороны, можно назвать Готвуд современным переосмыслением индастриал наследия середины 90-х. Музыканты и сами признают, что на них большое влияние оказали западные гранды этого жанра. Коллектив черпает вдохновение из звучания индастриал метал 90-х, да и в целом постиндастриал культуры тех лет. Такие коллективы, как КМФДМ, Министры, Ранний Умф, Рамштайн и смежных жанров это Nine Inch Nails, Skinny Puppy, Attery, Teenage Riot. Отечественных коллективов, оказавших влияние на Готвуд, музыканты называют Вергел Тунг и Purple Fog Side. Фёдор Артеменков утверждает, что звучанию тех лет была присуща своеобразная ярость, сырая агрессия. Сейчас это всё как-то иссякало, в жанре наступила стагнация. Готвуд же хотели взять за основу именно это звучание и попытаться развить его дальше. Артеменкова очень раздражает множество современных команд, в том числе и отечественных, которые, взяв за основу проигрыш на синтезаторе в духе «Руки вверх», утяжеляют его гитарным подкладом и поют поверх этого в духе Михаила Горшенёва, называя это «Индастриалом». На загаженной планете мы плывем в своем тюрьме. Здесь без глаз мутанты, дети, мёрзнут в ядерной земле. У мёртвых птиц прогнили трупы и людские черепа. На завонах старых трубах испаряется уран. По мнению Фёдора, это полная профанация жанра. Готвуд своим дебютным альбомом собирались продемонстрировать, что же такое на самом деле настоящий индастриал метал. Что ж, давайте разбираться. Конгломерат. Это слово происходит от латинского «конгломератес» – «скопившийся, собранный». Буквально значит «совокупность разнородных предметов». Термин, как нельзя лучше описывающий музыкальную начинку альбома. Экалитичное полотно включает в себя маршевые гитарные рифы, глубокие трэп-биты, хоровые многоголосия, электронные пульсации, амбразивные сэмплы и многое-многое другое. Одним словом – мэшап из модернового саунда и олдскульных идей. По словам Фёдора Артеменкова, альбом получил такое название, потому что группе изначально понравилось звучание самого слова «конгломерат», как название одной из песен. Тем более, добавляет музыкант, иронично, что это единственная песня на немецком языке. Что также служит отличительной чертой Готвуд от других групп, работающих в этом направлении. Традиционно в России, да и не только, этот жанр называют «Нойе дойче херта», или по-русски «Новая немецкая тяжесть». Немного глупо звучит, конечно. Собственно, учитывая, что этот термин был выдуман немецкой прессой после выхода дебютного альбома «Рамштайн», так оно и есть. В наших краях, кстати, стиль, в котором играли Линдеман и компания, в те годы обозначили куда как проще, да и ближе к правде на самом деле – «дэнс метал». Но потом, сдавшись под гнётом европейской прессы, от него отказались. Традиционно к представителям «Нойе дойче херта» относят такие известные у нас коллективы, как «Дайкрупс», «Эйсбрехер», «Кнаркатор», «Мегагерц», «Тансвунд», «Анхелик», «Умф» и многих других. Странно, кстати, что «Инэкстрема» редко фигурирует среди представителей этого направления, ведь на поздних альбомах у группы присутствуют все необходимые элементы этого жанра. И как вы могли догадаться, все эти коллективы поют исключительно на немецком языке, что стало хрестоматийной чертой этого квази-жанра. Готвуд же предпочли английский язык немецкому. Ни для кого не секрет, что найти своего слушателя, используя лирику на английском, намного проще, чем на любом национальном языке. Как-то все уже привыкли, и пусть большинство на планете до сих пор не понимает язык туманного альбиона, но его звучание стало привычным для мировой музыки, что и позволяет за счет размера аудитории, разнообразия ее вкусов и готовности к восприятию чего-то нового найти своего слушателя. Многие по ту и эту сторону океана присытившиеся мейнстримовой жвачкой ищут чего-то нового, необычного или близкого их внутренним стремлением. Надо сказать, что большинство слушателей Готвуд восприняло отказ группы от исполнения на немецком в пользу английского положительно, поскольку это было верное решение и на фоне других представителей так называемой Нойе Дойче Херта делало группу оригинальной, насколько это было возможно в рамках жанра. Ведь до сих пор силен в умах стереотип, что индастриал металл на немецком это только Рамштайн и больше никто. Остальные это только его клоны. И сколько бы ни бились Готвуд, они по-прежнему вольно или невольно ассоциировались бы к копипастой именитых немцев. Павел Чабан признался, что ему проще говорить о сокровенном на английском, тогда он не испытывает стеснения внутри себя. Если переложить текст на русский, музыкант будет ощущать неловкость. Впрочем, Чабан не исключает, что это временно и возможно группе еще предстоит призвучать на русском. Сами Готвуд не считают себя представителями Ноя Дойче Херта, считая его таким же искусственным жанром, как и русский рок. Кроме того, коллектив не был немецким, поэтому в отношении своего творчества музыканты предпочитают использовать более устоявшийся и понятный тег «индастриал металл». Музыкальное полотно альбома полностью отвечает заявленному названию работы. Воистину, это конгломерат, совокупность разнородных предметов. Композиции на альбоме получились разнообразными. Во-первых, материал для пластинки был написан в разное время. Такие композиции, как «Син» и «Сайкл», были написаны группой практически сразу после образования. А факт «Машин» и «Конгломерат» прямо перед записью пластинки. Если внимательно прослушать эти треки, можно проследить эволюцию группы. То, как у музыкантов менялся подход к сонграйтингу и аранжировкам. Открывает альбом композиция «Майдёте». Мощная гитарная поступь обрушивается на слушателя после гнетущей партии клавишных. Чередуясь со звуками, вызывающими в памяти заглавную композицию франшизы «Охотники за привидениями». Текст вызывает некоторые аллюзии с «Матрицей братьев Вачовски» и опять же концепции сериала «Черное зеркало». Монотонность музыкального полотна подчеркивает обреченность человечества в борьбе с цифровым безумием. Машины в итоге победят. Следующая композиция «Сын» за счет мелодического решения кажется более романтично-разухабистой. В лучших традициях олдскульного индастриала. Женские вокализы напомнили композицию «Рамштайн» «Сонне». Павел Чабан призывает лирического героя поддаться сжигающему его желанию и пасть или вознестись, смотря с какой стороны посмотреть на этот вопрос. Конгломерат. Заглавная композиция. Название трека, как и альбома, полностью отражает суть композиции. Это квинтэссенция всего лучшего, что было в творчестве «Рамштайн» первого триместра. Вступление будет в памяти боевик немцев «Аши Зу Аши», только в разы злее, плавно перетекающая в «Линкс 2-3-4». К сожалению, в немецком я совсем не силен, но могу предположить, что в композиции речь идет о маньяке, который пытается за счет чужой боли и крови доставить себе радость и непродолжительное счастье. В композиции можно услышать бит, характерный для клауд-рэпа «Фак Машин». Меланхоличное вступление сменяется исполненными ярости и гнева рифами гитар. Одна из мощнейших и брутальных композиций на альбоме. Истошный вопль клавишных еще долго звучит в ушах после окончания трека. «Сноумен» — одна из самых лиричных композиций, сочетающая в себе «Рамштайн» середины нулевых, финскую сцену тех же лет, а также коллектив по гиуменот. В припеве местами мне послышалось даже дыхание синей птицы черного обелиска. Павел Чабан рассказывает грустную историю любви снеговика, который влюбился в солнце. Композиция «Сноумен» прозвучала 15 апреля в воскресном выпуске «In the Blood Pit Dark» на канадском Blood Pit Radio. «Сайкл» — добротная композиция с оптимистичным симфо-вступлением. Риф перед припевом напомнил мне о кавере «Рамштайн» на композицию «Stripped» «Depesh Mod». «Bisides» — композиция про сексуальную раскрепощенность. В брейкдауне «Bisides» можно услышать слои гитарных фидбэков, на что музыкантов вдохновили Code Orange и Sonic Youth. Пытливые меломаны смогут даже расслышать сэмпл из одного их трека. «Oil» — классический дерзкий индастриал-боевик с гнетущей атмосферой. «Anger Love» — агрессивная, как и следует из названия, композиция в лучших традициях раннего «Рамштайн». «Heretic» — довольно интересная композиция, сочетающая в себе как элементы индастриала, так и клауд-рэпа и даже грув-метала. Альбом-конгломерат коллектива «Готвуд» получился лаконичным сплетением простоты и строгости в качественном запоминающемся звучании, которое весьма выгодно выделяет коллектив на фоне других отечественных групп, работающих в схожем направлении. И если не знать, что группа из России, об этом невозможно догадаться. Укажите Германия, Франция и Голландия, и это не будет казаться ложью. Электронные элементы в творчатый год не призваны, как это зачастую, быть фоновым наполнителем, придающим так называемой атмосферности. Нет, они играют такую же равную роль наравне с остальными инструментами, порою и вовсе занимая доминирующую роль. Чего нельзя сказать о гитарах? Хотелось бы, конечно, большего гитарного разнообразия, поскольку некоторые риффы все-таки звучат до боли знакомо. Например, в таких композициях, как, скажем, «Конгломерат» и «Энджер Лав» инструментал, его решение, звучит уж слишком близко к Рамштайн. Однако верно принятое решение исполнять свою музыку на английском придает коллективу несколько другую мелодику, отличную от немецкого индастриала. Одно уравновешивает другое, что в принципе неплохо. Пластинка «Конгломерат» отвечает всем современным требованиям и трендам, присущим современной индастриал-сцене. Свойственная же коллективу тяга к эклектике и эстетике, а также хорошо поставленный вокал, выгодно отличает группу от других представителей жанра. Материал, представленный на альбоме, в отличие от традиции последних десятилетий в жанре, не представляет собой два-три ярких хита на фоне 7-8 филеров. Нет, «Конгломерат» — это ровное цепляющее полотно без проходных мест. Для творчества Готвуд, как показал альбом «Конгломерат», характерны пульсирующие ритмы, характерные тяжеловесные рифы, язвительная лирика, лиричность, запоминающиеся мотивы и общая стремительность музыкального полотна. В итоге музыкальный контент получился весьма целостным. Готвуд, не забывая об истоках жанра, не боятся вносить в него любые элементы, которые помогут осовременить звучание и придать вторую жизнь жанру, находящемуся уже долгие годы в застое. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк обязательно, оставляйте свое мнение в комментариях, оно для меня важно. До новых встреч! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok